МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ныраб. Небольшой населенный пол Черденского района. Примерно 350 километров от Перми. Это, по сути, сегодня край Европы. Туда, дальше, на север, до границ нашего региона остается 200 километров. Но на этом участке практически не осталось населенных пунктов. Здесь в какой-то степени начинается история династии Романовых. Ну, а вместе с ней и история ссылки на Урал неугодных властей. А вы всем разрешаете, да, к ним прикоснуться? Это мы даже предлагаем прикоснуться к этим оковам. Этим кандалам уже больше 400 лет. Здесь, в Нырабе, их называют чудодейственными. И дело не только в том, что они обладают какой-то особой силой. Для местных жителей они стали краеугольным камнем и определили судьбу поселка на долгие-долгие годы. Цепи, кандалы, замок – это лишь часть экспозиции, которая открылась в центре памяти Романовых в Нырабе меньше года назад. Экскурсовод Зоя Карпенко каждый свой рассказ начинает с истории. Конец 16 века. У власти Борис Годунов. Его ближайший конкурент на русский престол – боярин Михаил Романов, дядя первого, царя из династии. В 1601 году его обвиняют в колдовстве, ссылают в мухую уральскую деревушку и бросают в яму на смерть. В 1601 году, тогда это был еще поселок Нырабка, все население находилось здесь, на небольшом пространстве. Это было примерно пять дворов и яма, место заточения Михаила Романова. Начало 17 века – смутное время в истории России. Шла ярая борьба за русский престол. По приказу Бориса Годунова, тогда убрали всех пятерых братьев Романовых с пути к царской власти. Осудили и сослали в самые северные и необжитые районы. К примеру, дальше Нырабки уже не было цивилизованных форм поселения. Сегодня на месте заточения Михаила Никитича находится Романовский сад. Его обустроили в 1913 году, к 300-летию дома Романовых. Тогда даже пришлось выкупить часть огородов у местных жителей. В центре площади поставили каменную часовню. Но то, что мы видим сейчас, большей частью – реконструкция. То есть она была такая изначально. Она была такая изначально, да. То, что приведено на снимках прошлого столетия, вот как раз в том виде она и восстановлена. Ее возвели в 2011 году, накануне 400-летия дома Романовых, вместо металлической. Сегодня это место – святыня. Четыре с лишним столетия назад темница. Как приходишь сюда в эту часовню, понимаешь, что это все-таки смерть человека, даже не столько предка царствующей фамилии, сколько просто личное человеческое пределье. В получасовне историческая реконструкция той самой ямы, где стрельцы Бориса Годунова борили первого узника Урала. Историки предполагают, что яма, в которой находился Михаил Романов, в глубину была до трех метров. Для сравнения, это двухэтажный дом в высоту. Именно на такой глубине Михаил Романов жил целый год. В узнику разрешили здесь сложить только какое-то подобие очага, чтобы реально не залезли. Вместо крыши над головой был лишь небольшой настил из бревен, чтобы не попадал снег и не так сильно мочил дождь. Стоит отметить, что даже спустя несколько столетий находиться рядом с царской ямой очень тяжело. По словам местных экскурсоводов, далеко не каждый решается спуститься вниз. Яма начинается с вполне обустроенного спуска. Сделали лесенки. Но дальше все, как было в 1601 году. Первое впечатление всех, кто попадает сюда, как же здесь холодно. На улице сейчас плюс 30. Здесь же в яме изо рта идет пар. На стенах сырость. По ощущениям, не более плюс 10 градусов. К сожалению, до нас не сохранилось никаких подробностей, в каких именно условиях содержался Михаил Романов. Можно точно предположить, что было сыро, холодно и темно. Единственное, что узнику оставалось делать, действительно, реально, это только молиться. Как именно умер Михаил Романов, сегодня не знает никто. Историки высказывают сразу несколько версий произошедшего. Есть серьезное подозрение о том, что Роман Тушин, сопровождающий его в этой ссылке и его охраняющий, он просто его доведен в это истощение, в этой яме задушил. Похоронили Михаила Никитича на пригорке, в 300 метрах от той самой ямы. Сейчас здесь храм, поставленный 300 лет назад при Петре Первом. Храм не по карману ведь Нырабу на те времена? Совершенно верно. Это раньше довольно расходное мероприятие. Строить вот такой большой храм в таком, скажем, исполнении, в таком убранстве, действительно, очень дорого. Но в начале 18 века такой нарядный храм в Нырабе появился. А вместе с ним целый ряд различных преференций. Освобождение от уплаты пошлин и от службы в армии. Писатель Алексей Иванов связывает это не иначе, как с чудотворной силой тех самых оков. Это своеобразная благодарность Нырабцам и за то, что вот одного из предков династии Романовых, они здесь в свое время как могли так поддерживать. Дело в том, что Нырабчане тайком подкармливали боярина Романова, за что были схвачены стражей и преданы пыткам. Наши Нырабчане страдали вместе с Михаилом Никитичем, и женщины Нырабчанки подкармливали его. И вот эти трубочки, это пекан, который растет вокруг нас. И вот в эти трубочки что-то они могли наложить съедобное. Ребятишки бегали по полянке, играючи бросали Михаилу Никитичу в ямку. Рядом с пеканом, пожалуй, единственное полностью сохранившееся напоминание о событиях того времени. Экспертиза подтвердила, это подлинные оковы боярина Михаила Романова. Они были изготовлены в начале 16 века из скрещенного железа. Вот эта часть оков крепилась на шею, только она сама по себе достаточно тяжелая. Вот это уже ножные кандалы. Ну а всего вес всей этой конструкции, вы только вдумайтесь, 50 килограмм. Раньше крестьяне их надевали, чтобы избавиться от каких-либо недугов. Наши дни к ним приезжают поклониться паломники. Начиная с 1928 года они хранились в Черденском краеведческом музее. В прошлом году их перевезли обратно в Ныроп. И снова чудо, не иначе. Когда вернулись к нам оковы, у нас резко, можно сказать, увеличилось количество посетителей. Гости у нас Екатеринбург, Москва, из-за границы были гости. Часто это ближлежащие Косынкамс, Березники. Буквально пару дней назад здесь побывал священник из Швейцарии. Наш визит совпал с экскурсией из Перми. По словам экскурсовода Зои Карпенко, привлекает всех одно. Все-таки история. История связана с российским государством. И история, да, привлекает. И историю здесь помнят. В прошлом году открылась новая экспозиция «Живая память», посвященная первому узнику Урала. Ведется благоустройство Романовского сада. В часовне доделывают иконостас. А в Центре памяти активно свою работу ведет и исторический театр. Здесь вот мы видим образ тех героев, которых мы воплощаем в историческом театре. Вот это роман Тушин, тот, который зачитал указ от Бориса Годунова. Ежегодно здесь проводят историческую реконструкцию событий начала 17 века. Ставят зарисовку привоз Михаила Романова. Все разворачивается в том самом саду, прямо возле места заточения у Царской ямы. Зрители все вот располагаются, право и слева, вот все эти происходящие здесь картинки. Но впечатление действительно очень тяжелое. Оно такое давящее, сразу видно, что оно неволя. По-другому это не назовешь. Что интересно, большинство реквизита, с помощью которого и осуществляется та самая реконструкция событий 1601 года, изготовлено руками местных заключенных. Вот такая ныропская ирония судьбы. Узники, катаржане, ссыльные, трудармейцы, спецпереселенцы. Все они, начиная с Михаила Романова, сменяют друг друга на Урале 4 века подряд. Также у нас здесь отбывал политический деятель Ворошилов Климент Ефремович. Первый, значит, секретарь Льва Николаевича Толстого Гусев. Также ссылку у нас здесь отбывал. Поэтому наш ссыльный край считают многие. Но все-таки, видимо, Чердонская земля, она пропитана вот с 1601 года. Конец истории династии Романовых такой же, как и ее начало. Ссылка – Урал и смерть. В 1918 году в Алапаевске замучили представителей царского дома и его приближенных. В Перми расстреляли брата последнего императора. А в Екатеринбурге – самого Николая II и всю его семью. В этом году столетие тех страшных событий. В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге, в Ипатевском доме, где сейчас находится храм на крови, была зверски убита царская семья. В эти дни в столице Урала проходят царские дни – фестиваль, посвященный столетней годовщине убийства последнего российского императора Николая II, его семьи и приближенных. В ночь с 16 на 17 число на площади перед храмом прошла торжественная литургия в честь невинно убиенных. Памятную службу посетили десятки тысяч людей со всей страны. И вот это злодеяние, которым уже сто лет, оно до сих пор бередит нашу совесть. Оно до сих пор заставляет вернуться мыслями в то время и попытаться понять, что же происходило со страной нашей, с народом нашим, с людьми нашими. Откуда это умопомрачение? По окончанию службы около трех часов ночи все верующие во главе с патриархом Кириллом отправились в путь длиной 21 километр. Крестный ход в точности повторил последнюю дорогу убиенной царской семьи от Епатевского дома до печально известной Ганиной ямы. Вот так, трагически, история Романовых началась и закончилась на Урале. Из-за такого совпадения появились и сторонники идеи о том, что эти земли прокляты. Связывают это и с суровым климатом, и с тем, что так легко Урал может забрать жизнь даже у царей. Ну а в современном Нырабе история, начавшаяся еще в 1601 году, продолжается до сих пор. На въезде в городское поселение всех гостей встречают колючая проволока и проходные колонии. Как бы это ни прискорбно порой звучало, именно исправительные учреждения здесь, на севере Пермска, они являлись всегда городообразующими предприятиями. По большому счету, все население занимается лесопереработкой и служит по контракту в этих колониях. История не имеет сострогательного клонения, но я думаю, какая-то горькая ирония в этом не есть. Да, действительно. Началось с осужденного и осужденного, и по сей день продолжается. Но добавить в это нечего. Нам с вами точно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok